В деревне Рогожа, которая является одной из древнейших на селе Гири, состоялось освящение Преображенской церкви XVIII века. Чин освящения и литургии в новоосвященном храме возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Подробнее событие в следующем сюжете. Трехпрестольный храм в деревне Рогожа был построен в 1770 году на территории упраздненной женской Пелагейной пустыни и освящен как приходской. В 30-е годы прошлого века церковь закрыли. С 1986 года в церковном здании размещался музей природы Селигерского края. В октябре 2019 храм вернули Тверской епархии. И вот состоялось его великое освящение. Твое же неосужденное освящение совершите храма сего ко Твоему словословию созданного во имя преображения Твоего Господи. Введение во храм Пресвятая Владычица Нашей Богородицы, Рождества Пророка, Претечи и Крестителя Иоанна. Важнейшим в чине великого освящения храма является устроение и освящение престола, так как именно здесь совершается святая Евхаристия. После утверждения престола отверзаются царские врата. Архиерей читает коленопреклоненную молитву о благословении храма и жертвенника, о сошествии и неспослании Духа Святого, чтобы бескровные жертвы, возносимые здесь, были приняты Господом. Силой и действием святаго приятного прославия. Затем совершается омовение и помазание престола Святым Миром, его, а также жертвенника облачения. После архиерея совершает кождение алтаря, а затем и всего храма. Сослужащие ему священники окропляют стены святой водой и одновременно помазывают их освященным миром. После освящения стен вокруг храма совершается крестный ход с мощами, который затем полагают в Антиминц. Он является неотъемлемой частью престола, без которой нельзя совершать литургию. На освящении Дома Божия первой литургии в новоосвященном храме молились прихожане, паломники, гости прихода и участники благотворительного автопробега, прибывшие из Москвы. После евхаристического канона метрополит Амвросий рукоположил Ваера Дьякона инока Николая Бурцева. Архипастер! Завершая богослужение, архипастер поздравил всех со значимым событием освящения храма и первой совершенной в этом храме Хиротонии.